Сейчас как раз лето, и у новичков возникает куча вопросов, как это набирать массу летом. Если ты нацелен на достижение результатов, особой разницы нет. Лето – это осень, либо зима. Есть цели, нужно все делать для того, чтобы ее добиться. Такие отговорки, что летом не хочется есть, это отговорки для слабаков. В межсезонье я постараюсь, сейчас уже, который у меня будет в межсезонье, я постараюсь есть меньшее количество углеводистой пищи, но большее количество белковой и жирной. То есть часть энергии я буду получать из белковых продуктов и из жира. Что для некоторых может показаться странным, но я буду придерживаться такой стратегии. Прием жирной пищи и, с одной стороны, и с другой стороны, маленькое количество углеводов позволит удерживать на низком уровне инсулин. А инсулин – это тот гормон, который заставляет нас накапливать жир ненужный. Вот я уже в продуктовом магазине, и сейчас я буду выбирать продукты на несколько дней. Вот первыми мне на глаза попались орехи, а как я уже говорил, в моем рессоне должно быть много жиров. Поэтому вот я выбираю кешью, пару пачек, пару пачек миндаля. Они будут обеспечить мой организм необходимыми жирами. Овощи являются хорошим источником клетчатки, которая важна для нормальных процессов пищеварения. В среднем для людей, желающих набрать мышечную массу, необходимо придерживаться следующих норм потребления питательных веществ. Белок должен потребляться от 1,5 до 2-2,5 грамм на килограмм веса. Углеводов в два раза больше, то есть 3-5 грамм на килограмм веса. И жира примерно там грамм 80-100 в день. Бананы являются продуктом, который содержит крахмал. И по этой причине я их тоже использую. Крупа. Сейчас у меня период межсезонья. И цель моя, как я уже говорил, набор мышечной массы. Поэтому я особо не парюсь и выбираю белый рис. Его кушать приятно, но так как его в моем рационе не очень много, одной пачки недостаточно. Бывают, конечно, моменты, когда я его заменяю гречкой, но рис для меня является источником углеводов номер один. И также овсяные хлопья. Самые простые. Утром великолепный завтрак получается как раз таки из них. А сейчас мы поедем в мясной отдел и будем выбирать мясо. Сейчас я буду выбирать куриные бедра. Это хороший источник белка и в них достаточно много жира. Белка там порядка 16-18 грамм на 100 грамм продукта. И около 10-15 грамм жира. А здесь, пожалуйста, килограмм бедер куриных. Мы практически все купили. Осталось только взять несколько десятков яиц. Так как я их ем достаточно много, два десятка в день уходит, можно взять их, в принципе-то, и побольше. Ну вот, яйца обладают уникальным аминокислотным составом. Они близки к так называемому идеальному белку. То есть они содержат все незаменимые аминокислоты и в тех пропорциях, которых нужны для нормального функционирования человеческому организму. Они достаточно легко усваиваются. Содержат много белка и значительную часть жиров, что для меня очень важно. Человеку, который занимается спортом, очень важно пить много жидкости. Тем более мне, так как у меня в рационе присутствует очень много белка, очень много жира. И для того, чтобы мои почки работали так, как следует, и чтобы это большое количество белка не навредило здоровью, мне в день приходится выпивать 4-6 литров воды. Как вы можете заметить, среди моих продуктов нет тех, которые содержат пустых калорий. Таких, как мороженое, конфет, шоколада. То есть я питаюсь теми продуктами, которые дают мне все необходимые ингредиенты для достижения моих поставленных целей. Ну вот, пока я пришла в стол по магазину, пришло время поесть. Когда я ухожу из дома больше, чем на 2 часа, я обязательно с собой беру еду, даже если я иду в магазин. Вот тут у меня рис, фарш говяжий, йогурцы. Ну вот, еду я купил на 36 долларов. Яиц хватит мне на 2 дня. Рис на 3. Овсяных хлопьев, наверное, на неделю. А курицы мне хватит, наверное, дня на 2-3. Дорогая получается еда. Водку я... Воду я, как правило, не покупаю. У меня дома стоит хороший хейтер. И я воду фильтрую.